Она играет в чужие роли Рита по жизни Эти ранние перья Околдует любого Чтобы всё изменило Ей досталось точных словов Её дух как прозрачен Её мир как богат По глазам и губруды Серебро и агант Она играет, играет в чужие роли В рукавах все ключи В голове все пароли Она окрывает любые зрели Я тоже однажды такой поверил А ты за поживи А ты за поживи А ты за поживи Она играет, играет в чужие роли В рукавах все ключи В голове все пароли Она окрывает любые зрели Я тоже однажды такой поверил Я тоже однажды такой поверил А ты за поживи А ты за поживи А ты за поживи А ты за поживи Музыка большой страны. Что видят животные? Расскажем в охотничьей программе Николая Мамалашвили. Ни пуха, ни пера. Большинство хищников, млекопитающих, казалось, что видят все в черно-белом цвете. Но выяснилось со временем, что не в черно-белом цвете, а в сине-зеленом спектре. Гость – заловок Алексей Беляков. Ни пуха, ни пера. В воскресенье в 21.35 по Москве и по времени Хабаровска. По страницам легендарного журнала «Наш друг Кругозор». Продолжаем листать страницы уникального ежемесячного литературно-музыкального и общественно-политического журнала «Кругозор». Музыкальный критик и журналист Алексей Певчев. Кому-то может показаться, что время уникальных текстовых и аудиоматериалов ушло в прошлое. Как бы не так. Листая страницы легендарного журнала, мы с вами не просто окунаемся в ностальгические воспоминания, но еще и отправляемся в большое путешествие во времени. В компании героев и авторов «Кругозора». Не просто свидетели эпохи, но и ее создателей. От Бама до Перу, от Камчатки до Мадагаскара. Все это в неизменном сопровождении музыки. Иногда немного подзабытой, но неизменно той, которую стоит вспомнить. «Кругозор» с Алексеем Певчевым. По выходным в 22.35 по Москве и по времени Якутска. Здравствуйте, меня зовут Марина Дубовик. Я ведущая программы «Культурная Астрахань». Поколение, которое знало Астрахань как «Кремль», «Лотос» и «Осетр», оно обновилось. Наша программа о театре и литературе. Вышел на сцену, тоже хорошо. Еще начал играть или петь там, уже вообще замечательно. Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Астрахани на частоте 104,5 FM. Радио России. Радио России. «На грани фолка» с Инной Желанной в ближайшем выпуске. Будет музыка, основанная на норвежской мифологии, на кельтских традициях и исполненная русскими музыкантами из Санкт-Петербурга и Сибири на древненорвежском и бретонском языках. «На грани фолка» в субботу в 15.10 по Москве и в 16.10 по времени Самары. Здравствуйте. Меня зовут Елена Романова. Я автор и ведущая программы для пешеходов, автомобилистов и пассажиров «Вместе за безопасность». Еженедельно в эфире «Радио России Курган» сюжеты и комментарии, репортажи и прямые эфиры о культуре поведения всех участников дорожного движения. Пожелаем водителям быть более дисциплинированными и более внимательными при управлении транспортными средствами. Пешеходам посоветуем не переходить проезжую часть дороги в неоставленном месте, а при переходе через пешеходный переход убедиться в безопасности своего маневра. Слушайте нас на чистоте 105FM. Программа выходит при поддержке госавтоинспекции Курганской области. Радио «Россия» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Гидровский. Здравствуйте. В этом выпуске. Ребенок, который считался погибшим в результате обстрела в Брянской области, выжил. Следственный комитет поставил расследование дела об исчезновении 16-летней фигуристки в Москве на контроль в центральном аппарате ведомства. Индийский уохот Прогьян передал информацию о наличии серы в почве на южном полюсе Луны. Далее подробности. Девочка, которую считали погибшей в результате обстрела в поселке Климово, в Брянской области выжила. Вместе с тем у нее тяжелые травмы. Сейчас ребенком занимаются и хирурги. По уточненной информации погибли двое. 19-летний юноша и женщина. Один человек ранен, сообщил губернатор Александр Богомаз. По его данным, экстренные службы продолжают работать на месте. Тем временем, глава администрации Климовского района Александр Исаев призвал жителей поселка Климова пока оставаться дома и в целях безопасности не передвигаться по улицам из-за украинских обстрелов. Это один из шести приграничных районов Брянской области. Он неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. На Купинском направлении подразделениями группировки войск Запад огнем артиллерии тяжелых огнеметных систем в течение прошедших суток отражены шесть атак. Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин. На Купинском направлении подразделениями группировки войск Запад огнем артиллерии тяжелых огнеметных систем Озаражены 6 атак 43-й и 115-х отдельных механизированных бригад, а также 25-й воздушно-десантной бригады вооруженных сил Украины, в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. Потери противника составили до 50 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 3 автомобиля. В Минобороны также сообщили, что на Красно-Лиманском направлении ВСУ в течение суток потеряли до 80 военнослужащих убитыми, там же уничтожены 2 боевые машины пехоты, 3 боевые бронированные машины и 2 пикапа противника. Кроме того, военные ведомства отметили, что в районе населенного пункта Дорожная Донецкой народной республики на станции разгрузки ракетным ударом поражен украинский воинский эшелон с артиллерийскими боеприпасами. Следственный комитет поставил расследование дела об исчезновении 16-летней фигуристки в Москве на контроль в центральном аппарате ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе ИСК. Подаром следствию, вечером 28 августа девушка завершила. Кинула один из спортивных комплексов в Москве и в настоящее время домой не вернулась. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело об убийстве. Ранее в столичной прокуратуре сообщили, что во вторник около 13 часов пропавшая несовершеннолетняя фигуристка Алина Горбачёва заходила в одно из кафе на Волоколамском шоссе в Москве. Возгорание на Комсомольской площади в Москве произошло в зоне складских помещений. Пожар не повлиял на движение поездов. РЖД направило для помощи в тушении пожарный поезд, сообщили в компанию. Там отметили, что на время ликвидации возгорания въезд и выезд на парковку Ленинградского вокзала будет осуществляться только со стороны Комсомольской площади. Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил Реанолосе, что склад с имуществом РЖД загорелся на площади трёх вокзалов. На месте работают спасатели. И, как только что стало известно, на складах в районе площади трёх вокзалов ликвидирована открытая горилья. Всего 53 человека, отравившихся шурмой курицей горилья, зарегистрировали в Москве. Из них двое детей. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. Там напомнили, что расследование было начато после появления информации о пяти случаях отравления в кафе «Бестро-24» на северо-столице. К результатам фахтерологических исследований в 20 человек установлен диагноз «Сальмонеллез». Часть троп находится в работе, отметили это в ведомстве. Туристический поток по России растёт, а условия для разного типа отдыха становятся лучше. Заявил премьер-министр Михаил Мишустин на физической сессии по развитию туризма. Он обратил внимание, что рост внутреннего туризма стимулирует развитие как самого сектора, так и снежных снегов. Следующая приоритетная задача – это повышение транспортной доступности, а также производство средств передвижения для наших туристов. Сегодня немало наших граждан отправляются на отдых на автомобиле. В большинстве своем это достаточно короткие путешествия на выходной день в соседний регион, чтобы интересно и познавательно провести это свободное время, часто с семьями, с друзьями. В прошлом году на такие поездки пришлась где-то треть всех туристических поездок. Но есть и те, кто передвигаются на машине и на дальние расстояния. Конечно, здесь крайне необходимо расширять сеть придорожных сервисных комплексов для комфортных автомобильных путешествий. Тем более успешный опыт уже есть. Это республика Башкортостан. В свою очередь вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что ежегодно отрасль туризма будет получать из госбюджета порядка 48 миллиардов рублей. Индийский луноход Прадьян, доставленный на спутник землепосадочным модулем миссии Чандраян-3, передал информацию о наличии серы в почве на южном полюсе Луны. Об этом сообщила индийская организация космических исследований. Кроме серы, по словам ученых, в частности, обнаружено присутствие алюминия, кальция, железа, марганца и кислорода. Поиски водорода продолжаются, отметили в организации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Новости ожидаются в Москве. Туманы окутают в столичный регион. В ночь на среду сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства. Далее в нашем эфире спорт и подробнее о погоде. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрия Калуги. Начинаем с футбола. Сегодня в Кубке России матчи третьего тура группового этапа пути РПЛ. В эти мгновения два матча в группе Ди. Спартак в 35-й минуте громит Динамо 4-0. Причем все четыре мяча были забиты за 24 минуты. Александр Соболев на 6-й минуте. Сарджан Бабич на 15-й. Вновь Соболев на 18-й. И Антонин Зиньковский на 24-й минуте. В параллельном матче по Ариэнэн-Краснодар счет не открыт 0-0. Ранее Оренбург на выезде обыграл факел 1-0, а Рубин дома был сильнее Урала 2-1. Генеральный директор московского Динамо Павел Пивоваров прокомментировал трансфер колумбийца Хорхе Караскаля из ЦСКА. А сумма компенсации за Караскаля существенно ниже, чем в сообщениях СМИ. Она ниже 7 миллионов евро, подчеркнул Пивоваров в интервью чемпионату. 36-летний российский голокипер Саслан Джанаев на правах свободного агента подписал контракт с Балтикой. Соглашение рассчитано до конца сезона. Вратарь будет играть за калининградцев по 35-м номерам. Хоккейный «Спартак» получил 50 миллионов рублей в качестве компенсации за Александра Хохлачева. Об этом сообщает «Спортэкспресс». Сегодня московский клуб обменял нападающего в Амур на денежную компенсацию и форварда Артема Гуменюка. Хохлачев был недоволен действующим контрактом со «Спартаком» и сам просил обмена. Новости тенниса. На портах «Флэшинг Медлз» в Нью-Йорке продолжается матч первого раунда «Юэс Олтон». Данил Медведев в первом раунде громит против Упала же 6-1-6-1. В женском одиночном разряде Людмила Самсонова победа завершила матч «Склэр» и «Люн» 7-6-6-3. Помоги Гиссарины Александрова и Луэйна Фернандес. Первый сезда «Русианков» в Нью-Йорке в Нью-Йорке в Нью-Йорке в Нью-Йорке в Нью-Йорке. Ну, какая-то все новости «Спартак». Прогноз погоды на 30 августа. В Владивостоке плюс 21-23, дачи в реграде сильные. В Ханты-Мансийске плюс 16-18, небольшие дачи. В Архангельске плюс 18-20 и без осадков. В Уфе плюс 14-16, небольшой дождь. В Ялте плюс 27-29, небольшая облачность. В Санкт-Петербурге облачность с прояснениями. Днем местами кольковременные дожди. Вечером возможны гроза. Температура воздуха ночью плюс 12-14, днем в городе Неве плюс 21-23. В Москве переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью плюс 11-13, днем в столице плюс 22-24. Продолжение следует... Продолжение следует...